Для украинцев сладости уже почти роскошь, и не только сладости по росту цен на продукты. Наша страна лидирует в Европе. В госстате говорят, что объем продаж сильно упал, и в традиционное новогоднее оливье скоро будут класть только картошку и соленые огурцы. Остальные ингредиенты французского салата, похоже, могут стоить больше, чем в самой Франции. Все подсчитала Ирина Баглай. Белорусс, славянка и синеглазка. Это картошечка, самая молоденькая, вырослась дома. Любовь Николаевна от души рекламирует выращенные на своем огороде, без добавок и нитратов. На оливье советуют брать картошку покрепче. На оливье я как рассчитываю? Славяночка. Любую можете брать картошечку, но когда варите, киньте жменьку соли. Цена на овощи у нее, говорит, остается неизменной уже несколько месяцев. По 10 гривен. Морковка, это карателечка по 15. И лук? 20. По данным Госстата, действительно, из набора продуктов на оливье самым стабильным в цене остается картофель. И это понятно. На огороде его выращивает почти каждая украинская семья. А вот остальные овощи не дорожают благодаря погоде, объясняет эксперт. Погода благоприятствует тому, чтобы цена на овощи не росла. Будут морозы, а сразу же цена пойдет вверх. Потому что сразу же пойдут затраты на коммунальные услуги, и они будут действительно просто космическими. Потому что сейчас снова в очередной раз повысили цену на газ, снова повышают цены на топление. И мы сразу же увидим прибавку 30-50 копеек на килограмм буквально за первые 10 дней морозов. Сравнив прошлогодние цены и сегодняшние, по данным Госстата, Алексей Дорошенко подсчитал, за месяц до появления на традиционном новогоднем столе оливье стал дороже на треть. Самый дорогой ингредиент – докторская колбаса. Разница с прошлым годом – 15 гривен. Дорогая все. Особенно колбаса дорогая вышла. Докторская, где-то больше сотни. С курочем и тем самым пиле. А вот эксперты фиксируют за год – мясо стало самым дорогим продуктом в потребительской корзине. Теперь и не каждый его себе позволит. Мясная корзинка является лидером подорожания в этом году. И, соответственно, все, что вы готовите с использованием мяса, оно подорожало больше, чем все остальное. В мясных отделах цена стабилизировалась, уверяют продавцы. Можно за 100-120 гривен выбрать шикарный кусочек, и он будет, на цену, обязательно вам брать самое-самое крутое. А вот в канун новогодних праздников продавцы готовятся поднять цену процентов на 20. Объясняют – дорожают все составляющие. Газ дорожчий. Вот уже газ. Даже тот, что мы не тот, что у вас в доме, а тот, что мы с маленьким поросли. Уже бензин видели? 31 рубль. Второе место по уровню подорожания заняли соленые огурцы и яйца. Чем их в оливье больше, тем вкуснее. Есть иногда десяток где-то туда, чем побольше. Хотя цена и кусается, признает Валентина. На скидки подорожили? На 5 гривен. Было 35 гривен, за раз 40 гривен, за десяток. Их впрок не купишь, и покупателю нужно быть готовым, что цена вырастет еще на несколько гривен, предупреждают на рынке. Причина – дорогое отопление. Можно было бы и сэкономить, заменить или отказаться от каких-либо ингредиентов оливье. Но как еще упростить и так скромный салат, когда-то состоявший из деликатесов? Он состоит из скоропаток, там он состоит из дичи. Мы, к сожалению, из дичи оставили только вареную колбасу. Удешевлять его просто уже дальше некуда. Извините, это самые дешевые овощи уже. К сожалению, даже они сейчас нередко будут некоторым семям не по карману. Ирина Баглай, Сергей Килимник. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...